Посмотрим, были ли на российском фондовом рынке в прошедшем десятилетии акции, которые выросли в цене в 10 раз, ну или хотя бы в 8 раз, в 6 или в 5 раз. И хорошо говорить, когда мы это смотрим из текущего момента, когда изменение этих котировок уже дело прошлое, когда это касается прошедшего десятилетия. Я также проговорю, можно ли было бы, находясь в тот момент, в 2010, в 2011, в 2012, в 2015, в 2017 годы, каким-то образом узнать, сделать прогноз о том, возможен ли в 10-кратный или хотя бы 5-кратный рост акций от текущих котировок. Потому что, как говорит тот же самый Питер Ливич, что будущее, оно непредсказуемо, но изучая отчеты компании, изучая динамику выручки, изучая динамику прибыли, а также общую ситуацию в секторе, в котором работает компания, можно сделать прогноз о том, какие будут показатели компании, именно показатели, то есть выручка, прибыль компании в дальнейшем. И уже на основании этих данных строить свой прогноз относительно цену акций. Но даже если прогноз был сделан, мы не можем говорить о том, что этот прогноз сбудется с какой бы то ни было достоверностью. Давайте посмотрим на первую акцию, которая выросла больше, чем в 10 раз. Я коротко расскажу, почему такой рост был возможен. А начну я с акции, график которой ставлен таким слабым-слабым тенью на фоне моей картинки. Это акция «Пленэнерго привилегирования». Компания столкнулась с достаточно сложной ситуацией, когда более 15 миллиардов рублей она потеряла в лопнувшем банке таблическом, где держала депозиты на депозитах в свои средства. Если мы посмотрим на котировки акций в 2011 году, это месячный график. Я выбрал, чтобы можно было увидеть динамику. То вот в этом месте компания платила дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям. Но после того, как у нее ухудшились финансовые показатели, она перестала платить дивиденды и котировки практически рухнули до уровня 11-12 рублей. Минимальное значение стоимости было... Сейчас я его найду. В мае 2015 года минимальное значение достигало 2 рублей 25 копеек. Сейчас, как последняя свеча, это закончился январь 2020 года, закрытие было на уровне 143 рублей 75 копеек. То есть акция выросла. Более чем 14 раз. Домов были предпосылки. В тот момент, когда произошло банкротство, банк катаблический и Центробанк отобрал у него лицензию. Было принято решение докапитализировать Лену Энерго путем дополнительной миссии обыкновенных акций. Это помогло компании выжить и... ...возобновить свою, скажем так, операционную деятельность. Я не буду глубоко вдаваться в подробности, вы их можете найти в интернете. Достаточно много статей про это написано. И после того, как компания объявила о том, что... ...после того, как у компании появилась прибыль в отчетах, ее акции начали расти. Вот смотрите, 2016 год, первое полугодие, акции где-то болтались около 15 рублей. После того, как вышел отчет, акции сразу выросли практически в три раза. Почему? Потому что уже было понятно, что за 2016 год будут выключены дивиденды по привилегированным акциям. Потому что есть прибыль. У компании есть прибыль. И поэтому... ...это вышел отчет за первый портал. Почему? Потому что в уставе прописано, что... ...на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от прибыли. Соответственно, можно уже по отчетам... ...пригидывать, сколько примерно дивидендов получит каждый акционер, который купил привилегированную акцию. Дальше больше. За 2018 год, Ленэнерго заплатила 11 рублей 14 копеек на каждую привилегированную акцию. И вот в 2015-2014 году, и наблюдая за ситуацией вокруг компании Ленэнерго, можно было сделать свой прогноз относительно будущего этой компании. Если бы компанию не докапитализировали и не спасли, и она была бы убыточной, она бы не смогла выплачивать дивиденды по привилегированным акциям. Соответственно, ее котировки продолжали бы дальше болтаться в районе 15 рублей, а то, может быть, и вовсе компания ушла бы над улицем. Но мы теперь, как говорится, история не терпит сослагательное наклонение, мы имеем то, что мы имеем. В чем еще особенность этой ситуации в том, что в 2014-2015 году было достаточно страшно покупать акции этой компании, потому что было непонятно, получится ли ей вернуть 15 миллиардов рублей, не получится ли вернуть 15 миллиардов рублей. То есть, сможет ли она вышить, эта компания, сможет ли нормально вести свою операционную деятельность. И, как вы видите, это я смотрю на сайте московской билжи котировки, внизу вот эти столбики, которые вертикальны, это объемы. Пока было неизвестно, что будет с компанией, объемы месячные, можете вот здесь наблюдать, они в месяц через эту акцию проходило где-то 5 миллионов, 4 миллиона, 2 миллиона рублей. То есть, за день проходило где-то 100 тысяч рублей, проходило за один день в этой акции, оборот, был по этой акции. Только ситуация начала улучшаться, вот смотрите, первая свеча. Это было в июле 2016 года. Оборот почти 400 миллионов рублей за месяц. 10 миллионов рублей в день. Следующая свеча. Почти миллиард рублей в месяц. Самая большая свеча, это вот она белая, это получается, в этом столбик, это 1 миллиард почти 900 миллионов рублей в месяц. То есть, это достаточно большие объемы, месячные, для этой акции, по сравнению с тем, что было в 14-15 и ранние годах. То есть, акция стала интересна покупателям, потому что они сразу поняли, в чем их профит в этой акции. Возможно, есть на рынке более, скажем так, акции, которые выросли больше, чем в 14 раз. Но я сейчас вам рассказываю о тех случаях, о которых я сам лично знаю. Следующая акция. Следующая акция. Это СКС. Сновый сектор электроэнергетики. То есть, если «Лион Энерго» – это сбытовая компания, то СКС – это сетевая компания, идеальная сетевая компания Единой энергосистемы России. Минимальное значение котировок у нее было в декабре 2014 года в 2,9 копейки. И максимальное значение котировок – это было в феврале 2017 года 26 копеек. Путано немножко и дотянуло до десятикратника, в 9 примерно раз выросло. На чем? В конце 2014 года был подписан приказ распоряжения правительства России, что компания с государственным участием обязана платить бюджет 50% от чистой прибыли общества. Федеральная сетевая компания является государственной компанией через… Каким образом? Это СКС и владеет Россити. Россити владеет СКС. Где-то 80% акций СКС принадлежит Пауэр Россити. А Россити владеет Росимуществом. Росимущество является основным акционером Пауэр Россити. Соответственно, дивиденды обязаны перечислять в размере 50% от чистой прибыли. На текущий момент СКС перечисляет. За прошлый год перечислила на память и помню то ли 23% от чистой прибыли, то ли 32% от чистой прибыли. То есть, паяут по дивидендам будет еще расти до достижения 50% платки. И покупали эту акцию, она стояла в таком длинном боковике почти целый год. А потом потихоньку начала расти. Опять же, акционеры увидели, что ситуация немножко изменится в связи с этим приказом. И акцию начали потихоньку подбирать. Далее. Следующая акция. Это металлургия. Значит, металлургия. Это циклическая отрасль. И здесь важно знать, на каком цепи сейчас находится производство употребления металла. Это график компании Магнитопольский металлургический комбинат. И мы видим, что в марте 2014 года минимальная цена была 4 рубля 30 копейек. Значит, максимальная цена была в сентябре 2018 года 50, почти 3 рубля. То есть здесь рост более чем в 10 раз. То есть, если сейчас я прикину в уме, это где-то получается в 12 раз. Рост. И, значит, здесь в чем особенность этих металлургических компаний. Дальше я еще покажу 3 металлургические компании, и это будет для них тоже справедливо. Я их покажу потом, потому что я иду по мере убивания роста, кратности роста акций. Цепличность отрасли. То есть, когда металлы расходованы, цены на них растут. Когда стройки завершены, металл не нужен, цена на металлы падает. Цена на металлы падает, соответственно, спрос на металлы падает, цена на металлы падает. Соответственно, уменьшается производство, уменьшается выручка компании. За счет того, что не только в абсолютных объемах, как в килограммах или тоннах, меньше металла берут, но и потому, что цена на металлы ниже, чем была до круга. У нас, значит, за последние 5 лет происходило два события. Во-первых, цены на металлы росли, потому что был спрос. И росли объемы спроса в метрических тоннах. В чем еще особенность магнитофорского металлургического комбината этой компании? В том, что обычно металлурги проводят капитальные затраты периодические. То есть, они модернизируют производство. Иногда эта модернизация совпадает с падением спроса на металлы. И, соответственно, с падением цены на металлы, на ее продукцию. И из-за этого компании приходят собрать в долг. Компании приходят собрать в долг, либо сокращать выплаты дивидендов. После того, как они проводят модернизацию, у них повышается эффективность производства. И одновременно может, опять же, это не всегда так, одновременно может начаться новый металлургический цикл. То есть, увеличение спроса на металлы, увеличение цены металлов и так далее. Вот в этом десятилетии совпало, последнюю десятилетию совпала именно такая вот ситуация. Далее. Следующая компания Иркута. Это, снова, другая отрасль. Это отрасль авиастроения. Иркута на больше, чем на 80% принадлежит объединенной авиастроительной корпорации. И, несмотря на то, что Иркут имеет прописанную дивидендную политику, которая обязывает компанию платить 50% прибыльные дивиденды, дивиденды они платили, как хотели. Хотели, платили 50%, хотели, платили меньше. Но, однако, компания практически с декабря 2014 года с 400 рублей с 16 копеек выросла больше, чем в 20 раз. До 83 рублей и 30 копеек. Я поставил компанию позже остальных, несмотря на то, что у нее рост был в 20 раз. Но потом этот рост замедлился. Сейчас он составляет... Потом котировки откатились и сейчас они держатся на уровне 40 рублей за одну акцию. То есть, суммарно за эту пятилетку акции выросли в 20 раз. Следующая. Следующая компания из сектора транспорта. Это НЛТП. Новороссийский морской торговый порт. Который является компанией по перевалке круглов. Уголь. До 2019 года также переваливали зерно. В 2019 году они продали зерновой терминал. Объединенной зерновой корпорации, насколько я помню. И основной груз, который они переваливали, вот это нефть. В январе 2015 года котировки были минимальные 1 рубль 10 копеек. Сейчас, в январе 2020 года котировки достигали 10 рублей 22 копеек. То есть, рост где-то в 9 раз. Рост органический, то есть, объемы перевалки росли. Была девальвация рубля. То есть, если в долларах тарифы остались прежними в рублях, то компания зарабатывала больше за перевал. Соответственно, выручка была больше. Прибыль больше. То есть, компания выросла не просто так, а потому что ее котировки и акции растут вслед за ростом показателей. Так называемые органические росты. Следующая компания это Aeroflop. Здесь слабо знаю отрасль авиаперевода. Поэтому посмотрим на котировки. Значит, у нас минимальные котировки были в декабре 2014 года 26 рублей 35 копеек. Максимальные были в июле 2017 года 225 рублей. Рост сейчас я посчитаю в 8,5 раз. Предполагаю, что рост за счет... Первый фактор это банкротство трансаэра. Большая часть маршрутов трансаэра была отдана аэроплоту. Соответственно, рост пассажиропотока. Плюс отрицательными факторами были девальвация рубля. Соответственно, в зарубежных аэропортах при заправке аэропорт платит долларами. Соответственно, это увеличивает себестоимость перевозок и снижает операционный прибыль. Но здесь есть особенность. Вот эти два события, они сошлись. И банкротство трансаэра стало более важным для компании. В плюс, дабы, больше, чем добавляться рубля в минус. И за счет этого компания смогла выплатить большие дивиденды. Вот здесь, перед отсечкой, здесь практически было... Одни 20 рублей они заплатили дивиденды. Но это было разово. Потом дивиденды снизились, потому что начался эффект от консолидации рынка. После этого банкротства трансаэра прошел. И, соответственно, дальше компании котировки завалились. И остались где-то около 100 рублей. То есть весь рост практически в 2,5 раза он нивелировался. Опять же говорю, я не очень хорошо разбираюсь в отрасли авиаперевозок. Поэтому могу в чем-то ошибаться. Следующая компания это InterAuer. Это отрасль... Сейчас, вот так. Это отрасль электроэнергетики. Единственная компания на российском рынке, которая имеет право экспортировать электроэнергию за рубеж. Также InterAuer владеет своей собственной генерацией. Вот здесь. Вот эти плоские котировки. Это значение стоимости акции до увеличения номинальной стоимости акции в 100 раз. Для того, чтобы проще было торговать акциями, номинальная стоимость увеличена в 100 раз. И вот, соответственно, вот здесь вот в декабре 2014 года это было меньше 1 копейки цена. Там 0,9 копейки. Но после того, как была увеличена номинальная стоимость, цена акции также в 100 раз была кратно увеличена. То есть до 83-85 копеек. Далее. Ну вот давайте посмотрим как раз вот от этой почки. Это было у нас, значит, 68 копеек акция стоила, где я, в январе 2015 года. И в январе 2020 года максимальная цена была 6,29 рубля. То есть акция выросла в 9 раз. 9,5 раз. Это органический рост, потому что InterAuer, значит, повела, значит, достаточно очень эффективная компания на рынке. У нее, ну, как это называют инвесторы, кубышка, депозиты составляют около 200 миллиардов рублей. И пока неизвестно среди директоров никаким решения, каким образом они будут распоряжаться этой кубышкой. То ли они пустят это в инвестиции, то ли они это выпадут на дивиденды. Но при этом менеджмент компании опровергает факт, что эта кубышка будет пущена на дивиденды. Компания уже длительное время платит 25% от чистой прибыли на дивиденды. Несмотря на директивы правительства, о которых я выше говорил, о том, что компания взрослась участием, а InterAuer, это компания взрослась участием, должна платить 50% прибыли на дивиденды. Сейчас в конце 2019 года менеджера вышла информация от менеджмента компании, что компания будет платить больше в номинальном выражении только лишь из-за того, что чистая прибыль увеличилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Но в процентах от чистой прибыли компания будет платить также 25%. Следующая компания. Так, сейчас я буду открывать, искать, потому что у меня много квадратов фото. Возможно, Alrosa. Давайте посмотрим Alrosa. 11 ноября 2012 года. Цена акций 22.65 рубля минимальная была. Максимальная вывес на пике, но они вот эти пики, они примерно одинаковые здесь. Давайте посмотрим вот здесь. Это было 108 рублей. То есть рост примерно в 5 раз. А про Alrosa не скажу. Про алмазы добывающие отрасли мало знаю. Но, скорее всего, это все-таки органический рост за счет роста добычи алмазов, за счет ввода новых месторождений, разработки новых месторождений и так далее. Далее. ПМК на английский нитир. Здесь рост примерно в 5 раз. С 4063 рублей – это минимальное значение в августе 2013 года до 22100 рублей в январе 2020. То есть за 6 с небольшим лет, за 6,5 лет в 5 раз рост. Это рост органический за счет роста показателей компании, за счет роста добычи, за счет роста выручки, за счет роста цены металла. Вот этот рост в последних лет, начиная где-то с конца 2018 до текущего момента, то есть рост органического 2019 года – это рост за счет роста цены на Palladie. Palladie используется в катализаторах бензиновых двигателей. Поскольку был скандал с Volkswagen, который занижал показатели выбросов в дизельных двигателей, так называемых дизельных двигателей, то компании, которые… они не могут сейчас найти способ, который производит дизельные двигатели, не могут эти способы уменьшить выбросы. Чтобы соответствовать новым нормам по выбросам в атмосферу, соответственно, увеличилось производство бензиновых автомобилей с бензиновыми двигателями или с гибридными установками, с электрическими и бензиновыми двигателями, соответственно, увеличился спрос на Palladie. А поскольку аналитический метод добывает 40% Palladie в мире, то, соответственно, он является бенефициаром этого роста. Роста цены на Palladie. Следующая компания снова металлургия. Ну, уже черная металлургия – это «Севесталь». Я повторяться не буду. Все, что я говорил про ММК, про металлургический комбинат «Справедливо для Севестали», про металлургические циклы, про капексы, про модернизацию производства. Все здесь «Справедливо» полностью на 100%. Значит, минимальный у нас за 10 июня 2013 года, значит, 203 рубля стоила акция. Максимум был, так сейчас, 1118 рублей. 1121 рубль был максимум в июне 2019. То есть, рост где-то примерно в 5 раз. Следующая компания тоже сектор чайной металлургии – это «НЛНК». Минимум был в марте 2014 года. Цена 36 рублей. Максимум был в июне 2019 года 185 рублей. То есть, рост где-то в 5 раз. Металлургии, видите, они ходят друг за другом, поскольку у них черная металлургия – это практически одинаково, если мы посмотрим графики. Это «НЛНК», это «Сыр Сталь», это «НЛНК». Ну, тут большие, конечно, отличия есть в графиках, но в целом они находятся в одинаковых ситуациях. Чтобы делать капицы в период, когда целый металл низкий, берут долг, берут кредит, делают модернизацию производства, повышают его эффективность. Потом, когда просто металл растет, они могут выпускать больше на модернизированном оборудовании с меньшими затратами. Соответственно, это отражается в выручке, отражается в себе стоимость, отражаются операционные прибыли и чистые прибыли. Вот в этом диапазоне компания платила «НЛНК», она платила очень большие дивиденды. Они были, ну, скажем так, она за 2018 заплатила больше 20 рублей дивидендов. То есть, по дивидендам доходности, даже если бать по максимальной стоимости акции 184 рубля, это было больше 10%. Идем дальше. Так, это я пропущу. Сбербанк. Значит, Сбербанк. Органический рост, за счет роста показателей компании, за счет увеличения капитала. Здесь, в связи с требованием базы 3, важного заворка, увеличение, достаточно высокая рентабельность капитала. И Сбербанк поставил цель в 2021 году достичь планки по чистой прибыли в 1 трлн рублей. Минимальная цена была 36, ну, 37 рублей в январе 2015 года. Максимум, сейчас посмотрим. Переписали в январе 2020-го. 241 рубль. 241 разделить на 37. Это будет 6,5 раз. Максимум, первый раз был достигнут в 2018 году. В феврале 235 рубля. 235 рубля на 37. Получаем 6,3 раза Сбербанк вырос. То есть, еще один кратник на нашем ренте. Значит, как здесь можно было это предвидеть? Мы помним, что в 2014 году банки были в тяжелой ситуации, потому что был кризис девальвации. То есть, доллар упал практически в два раза. В моменте падал в два с половиной раза. Было 35, стало 65-70 рублей за 1 доллар. Соответственно, на фоне девальвации банки чувствовали себя плохо. Моржа упала. И, соответственно, здесь можно было предсказать, что когда-то курс уравновесится, станет каким-то менее волатильным. И мне это нужно было, опять же, как я говорю, страх свой менять и посчитать, скажем так, прибыли, выручку и так далее. А учитывая то, что Сбербанк – это крупнейший банк, на тот момент 50% уровня, практически это был Сбербанк. Сейчас уже меньше. Соответственно, за счет того, что пришли ВТБ, Тинькофф со своими предложениями. Поэтому можно было, скажем так, прогнозировать, что этот банк микро-процесс. Далее. Так, сейчас. И еще одна компания сектора электроэнергетики – это МРСКЦП. Также компания «Взрыв участия». Значит, компанией владеет, чем-то ее опоративный центр – это российские сети, Россети, Power, Россети. И владеет доля акций в МРСКЦП. Также в других межрегиональных сетевых компаниях я возьму МРСКЦП. Значит, минимальное назначение акций было у нас… Так, сейчас я вот это не маневляю. 5,7, да? Так, а здесь… Да, 5,7 было вот на вотку в МРСКЦП. 11 ноября 2013 года. Потом они немножко отрастали два раза. И потом упали. Вот был длинный-длинный боковик с небольшим падением. Это было и в марте 2016 года. Это было почти 6 копеек они стоили. А в чем здесь было и денег? Потому что они начнут платить от прибыли. 50% на дивиденды. И второй прогноз был то, что у них самопыбыль начнет расти. Выручок начнет расти. Потому что в сетевых компаниях это было порнозировано. Далее максимум был 37 копеек, почти 38 копеек в апреле 2018 года. Соответственно здесь рост где-то примерно в 6 раз. То есть я вам показал компании, в которых можно было каким-то образом прогнозировать их финансовые показатели, их операционные показатели. И на основании этого сделать, а также конъюнктуру рынка и регуляторные требования, которые уже были для сетевых компаний. Для компаний с ВОЗ участием. А это, соответственно, РФСК ЕС, РФСК ЦП, Эркут, Аэрофлот, Интеррао. Для этих компаний уже с конца 2014 года было известно, что их рано или поздно обяжут платить 50% на дивиденды. Я не беру сейчас, не рассказываю про Роспром, про Роснефть, про другие компании, которые входят в эти холдинги. Потому что там рост был меньше, чем в 4-5 раз. Это что касается российского рынка. И то, что мы ретроспективно уже по факту того, что пройдено, мы увидели то, что есть компании, которые выросли кратно в цене. Но опять же, мы не будем забывать о том, что для того, чтобы найти эти компании, нам необходимо изучать финансовую отчетность. Понимать, как работают эти компании. Знать, в какой среде они работают. Какие на них налагаются регуляторные требования. И тогда без этого сделать верный прогноз это не получится.